Президент России подписал указ об утверждении концепции внешней политики страны. Путин подчеркнул, что важно работать на укрепление суверенитета России, повышение роли страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого многополярного миропорядка. Главная цель для России в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, говорится в тексте. Концепцию и том, как в ней отражена Абхазия, об этом подробнее будем говорить с Каном Таня, послом по особым поручениям МИД Абхазии. Он с нами на связи по телефону. Кан, приветствую вас. Здравствуйте, Нала. Добрый день. Как вы восприняли новую концепцию России? Что бы отметили самого главного в документе? На что вы обратили внимание? Ну, обновленный документ воспринял с энтузиазмом, так как Абхазия в нем упоминается целых два раза. И, в принципе, для меня, как для гражданина Абхазии, как раз-таки самым важным моментом в концепции являлось упоминание Абхазии. Те части, в которых говорится про Абхазию. Россия намерена уделять приоритетное внимание всеобъемлющей поддержке Абхазии и Южной Осетии и содействию интеграции с Россией. Так говорится в тексте концепции. Как интерпретировать, как расценивать, как понять, что имеется в виду? Ну, если брать, например, предыдущую версию документа концепции внешней политики, да, то там говорилось, что в числе российских приоритетов остается содействие становлению Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств и укреплению наших международных позиций. А в нынешней версии документа мы упоминаемся в двух частях. В одной части международного экономического сотрудничества и в другой части про ближнее зарубежье, про региональное направление внешней политики России. И в обоих случаях речь идет уже, скажем так, о содействии международному развитию, уделяя приоритетное внимание социально-экономическому развитию Абхазии. И, соответственно, содействию реализации основенного на международном праве добровольного выбора народов Абхазии и Южной Осетии в пользу углубления интеграции с Россией. То есть по хронологии мы можем понять, что межгосударственные отношения между Россией и Абхазией выходят на новый уровень. И этот документ станет дополнительным импульсом для развития и укрепления наших отношений. Потому что более обширная повестка берется. И на самом деле отрадно, что Абхазия по-прежнему остается одним из приоритетов российской внешней политики. И новый документ это подтверждает. А если говорить подробнее об интеграционных процессах и о возможности создания союзного государства, о перспективах его, на ваш взгляд, ну, некоторые считают, что это может как-то негативно, что ли, отразиться, и это связано с потерей части суверенитета. Вот как бы вы это прокомментировали, насколько в нынешних геополитических условиях для Абхазии это хорошо, плохо? Вот как бы, какую бы вы оценку дали бы такой перспективе? Ну, говорить о потере суверенитета, в принципе, преждевременно. Потому что на данный момент у нас нет какого-то конкретного документа, который мы могли обсуждать, рассматривать. Если говорить в целом о перспективе, то, конечно же, в нынешней ситуации, когда мир меняется, образовываются новые союзы с новыми, скажем так, контурами геополитических интересов, и Абхазия в силу своего расположения как географического, так и в силу своей геополитической особенности, она, конечно же, является частью всех этих процессов. И наш президент Аслан Георгиевич Бжани, он как-то в одной из своих поездок в МАХУ, он однозначно высказался по поводу перспективы вступления в союзное государство России и Белоруссии. Он сказал, что Абхазия поддержит идею расширения союзного государства. И я, со своей стороны, к этому могу добавить, что, скажем так, после того, как наш президент обозначил свою позицию, вот с того момента мы пока позицию белорусской стороны пока еще не услышали. И в моем понимании, если мы говорим о равноправном союзе нескольких суверенных государств, то в этом случае, если говорить о вступлении Абхазии в такой союз, то Белорусь должна признать Абхазию как суверенное государство и установить с нами дипотношения. То только после этого можно будет говорить о перспективе присоединения Абхазии к союзному государству России и Белоруссии, и, возможно, каких-то еще других государств. Вот. На данном этапе, скажем так, нет понимания. По крайней мере, преждевременно говорить об этом. Да, преждевременно. Нет понимания позиции Белоруссии, и, соответственно, нет проекта договора о союзном государстве. Ведь это же длительный процесс. Это не так, что просто подписать договор, и вот мы уже в союзном государстве. Тут сначала будут и общественные слушания, и парламентские обсуждения, вноситься корректировки, возможно, какие-то. Потому что наше общество, наши граждане, все мы должны понимать четко, какие права и какие обязанности возникнут у Абхазии в случае вхождения в подобный союз. И это все тщательно должно взвешиваться, обдумываться. Так как у нас с Россией уже более 200 межгосударственных, межправительственных и межминистерских, межотрасливых, так называемых, договоров, которые регулируют почти все сферы деятельности государства. Поэтому нам надо понимать, вот, вступление в, скажем так, новый союз, что дополнительно к тому, что уже есть, что дополнительно даст, или что дополнительно изменит. И какие требования будут к членам союза, ну и так далее, и так далее. Вот. Тут, конечно же, это все нужно обсуждать. Это, скажем так, серьезные стратегические вопросы, которые без конкретики, я имею в виду без документов конкретных, без проектов, договоров, очень сложно вот просто предполагать, скажем так. Но, с другой стороны, мы сейчас говорим о возможных препятствиях, да, но о плюсах, допустим, этого союзного государства, о коллективной безопасности, да, если все-таки такой союз будет, и сейчас Россия борется с коллективным Западом, поэтому объединение усилий необходимо что-то противопоставить и НАТО, и коллективному Западу в целом. Объединение усилий с точки зрения безопасности. Безусловно. Здесь, скажем так, двух мнений быть не может. Но если говорим конкретно про Абхазию, то напомню, что у нас с Российской Федерацией целый ряд соглашений, в том числе в сфере создания единой группировки войск, скажем так, единого оборонного пространства, да. И тут опять-таки Россия уже с момента признания суверенитета Абхазии является надежной безопасностью Абхазии, является гарантом нашей, скажем так, безопасности. У нас, как вы знаете, и российские военные базы действуются в Абхазии. Скажем так, мы подписали соответствующие договоры, согласно которым российские базы находятся в Абхазии. И таким образом они нас защищают просто даже своим нахождением уже там и подкреплением соответствующих соглашений и документов, которые говорят о том, что в случае нападения на Абхазию Российская Федерация и присутствующие там базы, она тоже, значит, участвует в защите Абхазии. Таким образом наличие этих баз и наличие этих соглашений, они обеспечивают безопасность Абхазии. Вот, и нужно понимать, если говорить о какой-то другой, более обширной безопасности, да, то есть тоже нужно понимать, о чем конкретно идет речь в случае с нами. Я вот, если мы проецируем это конкретно на Абхазию, если говорим о каких-то более глобальных, масштабных, конечно, геополитических кризисах, то тут, конечно, идет противостояние двух миров, да, и это очевидно. И в этом случае Абхазия, она непосредственно на стороне России в этом геополитическом кризисе, она на стороне России, это показывает, демонстрирует фактами. И, в принципе, никакие договоры нашим добровольцам, которые поехали на Донбасс, не понадобились, чтобы открыто свою позицию продемонстрировать на поле боя. Плюс наше правительство и наше государство и президент неоднократно публично высказывался в поддержку, естественно, России и российской позиции. Поэтому я опять-таки, я сторонник того, что все должно обсуждаться открыто, ничего мы не должны скрывать друг от друга, но важно иметь, важно смотреть на документы, на конкретику. И вот там уже привлекать лучших экспертов для того, чтобы выработать наиболее благоприятный, наиболее, скажем так, подходящий для нашего государства вариант. Кан, возвращаясь к концепции, в документе говорится о росте силового фактора в международных отношениях. Все это усиливает риски столкновений между крупными государствами, в том числе и с участием ядерных держав, в ответ на которые страны, находящиеся под давлением, начинают сотрудничать между собой. Вот я бы хотела в контексте вот этой информации поговорить о размещении ядерного оружия России в Белоруссии. Как вы это восприняли? Ну, я на самом деле воспринял это абсолютной закономерностью, потому что это стало своего рода ответом России на недавние заявления заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая сказала, что Лондон, кроме танков, Челленджер, который вот, ну, собирается поставить Украине, она будет поставлять также бронебойные снаряды, содержащие объединенный уран. И вот если мы вспомним, то США такие снаряды использовала во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999 году и в Ираке в 2003 году. И, соответственно, мы знаем, что такие снаряды, они не считаются, не относятся к оружию массового поражения, но они считаются опасными из-за того, что при взрыве они создают такую вот радиационную пыль, которая, естественно, вредна для мирных жителей, которые ее вдыхают потом, ну, и также, понятно, вредна для окружающей среды. Вообще, вот, если проследить динамику, в целом вообще уже давно ясно, что западная коалиция, она делает все по своему плану, который уже давно разработан, и она не смотрит ни на какие предупреждения со стороны Российской Федерации, потому что и Владимир Владимирович и Сергей Викторович Лавров, они постоянно предупреждают западных чиновников об ответных мерах в случае, если там продолжится нагнетание обстановки. Единственное отличие вот между тем, что делает, скажем так, Запад и делает и Россия, это вот то, что Россия, если она предпринимает какие-то шаги, она делает это, ну, по крайней мере, делает все возможное, чтобы соблюсти международные обязательства. Вот в данном конкретном случае, если мы говорим о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, то здесь речь идет о соблюдении принципов договора нераспространения ядерного оружия, который был принят еще в далеком 68-м году, ну, на Комитете по разоружению ООН. Здесь вот, значит, Россия не передает оружие, она лишь его, скажем так, размещает на территории Беларуси, а контроль за его использованием остается у России. Тем самым это не нарушает принципов, вот, вышесказанного мною договора. И точно по такому же принципу нужно здесь напомнить, что США многим своим союзникам, вот точно так же разместила у многих своих союзников свое ядерное тактическое вооружение, но США не передавали им управление этим оружием. Они в нескольких странах НАТО также абсолютно по такому же принципу разместили. И, скажем так, никто этому не возмущался. А в случае с Россией, естественно, каждый ее шаг под пристальным вниманием и возмущение со всех сторон. В своем глазу не видят и бревна, как говорится. А вот к России, да, и иголку в стоге сей наищут. А на ваш взгляд, вот, в последнее время, как роль России меняется на мировой арене? Ну, безусловно, роль России на мировой арене, она и исторически была важной, да, так как Россия это все-таки одна из крупнейших держав, это евразийская, скажем так, тихоокеанская держава, как это закреплено в новой версии концепции. Ну, и Россия исторически выступала за многополюсный или многополярный мир и вела такую борьбу с несправедливостью. И, кстати говоря, в концепции говорится о том, что Россия — это государство-цивилизация, у которой есть опыт выстраивания внутренних добросетских отношений между разными народами, разными языковыми группами. И специальная военная операция, она вот поспособствовала тому, что контуры международного взаимодействия или его отсутствия, на самом деле, очень четко обозначились. Теперь уже никто, не скрывая своих намерений, открыто демонстрирует свое отношение к России. Ну, и, соответственно, Россия отвечает по принципу взаимности. Если взять, например, ту же концепцию, вернемся опять к ней, в ней обозначено, что главным инициатором и проводником этой российской линии выступают Соединенные Штаты и вообще в целом политика Запада, которая направлена на такое всемирное поступательное ослабление России. И это все как бы характеризовано как, скажем так, гибридная война нового типа. В этом же документе... Даже вот если брать такой количественный, скажем так, анализ, то мы понимаем, чью политику Россия считает для себя угрозой. Вот. Ну и в целом, скажем так, Россия уже на протяжении нескольких десятилетий выстраивает такую политику, которая направлена на построение более справедливого миропорядка, основанного на как раз таки многополярность. И несмотря на беспрецедентный уровень напряженности международной и курс западных стран на то, чтобы изолировать максимально Россию, несмотря на все это, Россия продолжает укреплять свои отношения, как мы это видим. Вот с Китаем, например, с Индией, с государствами Латинской Америки, Африки, и даже с арабскими государствами. Ну и, естественно, Юго-Восточная Азия. Россия на международной арене, она была и остается крайне важной, несмотря на все попытки коллективного Запада это игнорировать. И понятное дело, что Россия продолжит играть ведущую роль в таких вот евразийских и интеграционных процессах, как ШОС, ОДКБ, БРИКС. То есть здесь понятное дело, что невозможно не считаться с мнением великой державы. Да, действительно, несмотря на санкционное давление и банковская система, и экономика России достойно выдержали натиск. В документе, кстати, отдельно выделено понятие государства-цивилизация. Что означает для вас введение этого термина государства-цивилизация? На самом деле, этот термин мне лично импонирует очень сильно. Подобрали такой четкий термин, который характеризует, в принципе, Россию. Но я об этом вкратце сказал, что это, скажем так, это страна, это государство, у которого есть опыт построения прочных внутренних отношений между представителями разных этносов, разных языков, религий. И это все мы наблюдаем в России, это действительно есть. Даже если взять, например, скажем так, наших соотечественников, которые проживают на территории России постоянно, учатся, работают, живут, то видно, что они достаточно хорошо интегрированы в жизнь тех городов, где они проживают, достаточно активные. И это говорит о том, что у России действительно богатый опыт налаживания и отношений с другими народами и, скажем так, вовлечения их в жизнь государства. И, кстати говоря, можно об этом здесь сказать, что Абхазия и Россия находятся в таком общем социокультурном пространстве. У нас нет языкового барьера и так далее. И это государство, цивилизация – это как раз тот термин, который обозначает отсутствие барьеров между разными народами, между разными культурами. И вот мне кажется, что такое мощное государство, как Россия, и вот такой термин «красивый», он полностью отражает как раз-таки всю богатую историю России и все ее вот эти уникальности, которые мы наблюдаем каждый день. Ну, возможно, мы к ним привыкли, но иногда, задумываясь, понимаем, насколько это все глубоко и насколько это все важно. Ну, а вот в ближнем зарубежье в тексте концепции говорится о том, что Россия стремится превратить регион в зону мира, добрососедства и процветания. Для Абхазии, которая веками пыталась выжить, выстоять абхазский этнос, который выживал, вот какое значение это имеет сейчас, когда, хотя общее социокультурное пространство с Россией, но тем не менее для сохранения этноса, языка, культуры. Вот такая политика России в отношении Абхазии, какое имеет значение? Крайне важное значение. И на самом деле, я почему сказал в самом начале, что крайне рад тому, что в концепции внешней политики Абхазия упоминается два раза. И в таких важных пунктах, и в такой важной части, как региональное направление внешней политики, для нас вообще в целом наши старшие воевали за свое государство, за независимое, суверенное государство для того, чтобы в первую очередь сохранить этнос. Любое государство нужно в первую очередь для того, чтобы сохранить этнос, культуру, язык, традиции. И вот у нас есть это государство, и оно служит для того, чтобы сохранять наш этнос. И когда держава, которая как Россия, которая заинтересована и выбирает своим приоритетом построение, преобразование ближнего зарубежья в зону мира и добрососедства и устойчивого развития, это только успокаивает и не может не радовать. И в нынешней напряженности это как никогда актуально для нас. Мы все знаем, что со стороны наших заингурских соседей разные лозунги звучат на разных митингах, и это не может нас, скажем так, не тревожить. Мы ко всему готовы, конечно же, но хотелось бы все-таки жить в мире и согласии как-то развиваться. А для этого нам нужно больше опираться на диалог, больше общаться. И вот будет уместным сказать, что у нас идут все-таки переговоры в Женеве на уровне официальных лиц, официальных делегаций. И, на мой взгляд, сейчас самое время, в том числе для грузинской стороны, подписать то самое мирное соглашение с Абхазией, потому что и на Грузию давят со всех сторон, чтобы она открыла второй фронт через Абхазию таким образом, надеясь повлиять как-то, ослабить Россию. Ну, это, на самом деле, ошибочное мнение. Но, тем не менее, учитывая и новый текст концепции внешней политики России, и фактической ситуации в регионе Южного Кавказа, непосредственно между Грузией и Абхазией, ситуация напряженная, и женевские дискуссии могут стать как раз-таки той площадкой, для которой они были созданы, да, вот для подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. То, может быть, сейчас, когда ситуация зашла уже так далеко, когда все напряжены, может быть, сейчас, для того, чтобы все успокоились, как раз-таки, самый тот момент, когда можно подписать это мирное соглашение, тем самым снизив напряженность в нашем таком горячем регионе. Ну, даже в отсутствии этого документа новая концепция еще раз подчеркивает стремление России поддержать Абхазию и является гарантом безопасности, и в случае, даже если смена власти в Грузии произойдет, или все-таки грузинские власти пойдут на открытие второго фронта, Россия является гарантом безопасности и свои силы будет применять в защиту интересов республики. Конечно, это обозначено и в концепции внешней политики России, и во множестве других межгосударственных договоров, которые подписывались на уровень руководителей ранее. Поэтому это здесь двух мнений быть не может, на самом деле, это Россия в своих действиях последовательно, она свои международные обязательства соблюдает, как мы это видим, даже в таких сложных ситуациях, как сейчас, когда, скажем так, одна сторона открыто объявляет Россию врагом, но Россия даже в такой ситуации свои международные... Кан, спасибо вам большое, спасибо, что были с нами на связи.